Передо мной стояла нелегкая задача, но я не считала задачи, я просто работала. Вот, чтобы суметь правильно сказать, сориентироваться в этом штате. Железная леди, подвижник и даже трудоголик. О Надежде Чумаковой, жители нашего города, сегодня, накануне юбилейной даты, говорили только в превосходных тонах. Первая женщина, мэр Рязани, второй чиновник в стране, которому поставлен памятник. Ее подчиненные, соратники, родственники и те, кто продолжают дело, собрались сегодня в самом подходящем месте. Между домом, где Чумакова прожила много лет, и памятником, открытым ей 10 лет назад. Каждая улица, каждая тропинка и каждая дорожка в нашем любимом городе помнит Надежду Николаевну Чумаковой. Да, собственно, самый современный город возник при Надежде Николаевне Чумаковой. Она заложила основы многих и многих градостроительных процессов, нормативов, и все развивается по тому, что когда-то было заложено Надежде Николаевне Чумаковой. Надежду Чумакову ценили как отличного организатора. Ее подчиненные рассказали, как умела женщина руководила людьми, ставила задачи и упорно шла к цели. При всем при этом, первый мэр любила шутить и была проста в общении, не выставляла себя на показ и даже ради города принесла в жертву личную жизнь. Она была профессионалом, компетентным человеком, но самое удивительное то, что вот эти знания профессиональные, она получила не в стенах учебного заведения, не за партии, а все свои знания глубокие, обширные. Она получила в результате самообразования и самое главное, что она никогда не стеснялась учиться у людей, которыми руководила. Впрочем, по словам ее племянницы, в жизни Железная Леди была очень душевной. Любовь Волохова называла ее не иначе, как нежная тетушка Надя. Она все еще помнит ее неторопливую, но уверенную походку, добрую улыбку и плавные движения рук. А еще Надежда Чумакова баловала свою семью деликатесами, ставила музыку из своей коллекции пластинок, заботилась о родных. Когда отдыхали, было очень много музыки, пили песни, читали стихи. И вот эту традицию семейных праздников Надежда Николаевна сохранила. Она очень любила встречать гостей у себя дома. И родственников, и подруг, и близких знакомых, и всегда сама открывала стул. Помимо благодарственных слов в адрес первой женщины мэра, на вечере показали видеорепортаж о жизни Надежды. Рассказывали о главных ее заслугах, о Рязани в годы ее руководства. А в самой библиотеке имени Есенина подготовили фото-выставку о постройке моста Черезаку, за которой многие, благодаря Чумакову и по сей день. Она считала Рязань, Мещерский край душой России. Хотела, чтобы рязанцы любили город, чтобы он для них был самый любимый, самый лучший русский город. Мне кажется, ей это удавалось.